Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала! Этим видео мы заканчиваем серию уроков по работе с масляными красками и мастихином. Дописываем летнее дерево Иву из цикла «Деревья в разные сезоны года». Всю информацию о материалах, необходимых для этой работы, подробные объяснения, как нарисовать фон, стволы деревьев и как пользоваться мастихином, вы можете посмотреть в предыдущих видео, оформленных в желтую рамку или в отдельном плей-весте. А сейчас начнем последний урок. И у Ивы я сделаю какое-то такое движение уже, то есть сначала в сторону, то есть это я одну какую-то часть делаю, то есть в сторону, сюда, сюда. И здесь у меня будут они еще спускаться, эти ветки, так, намечаю ширину. Это, например, сюда, здесь тоже у меня будет спускаться. Тут у меня будет делиться ствол. Отсюда, может быть, еще что-то пойдет. Ива будет в основном, она, вот как раз я ее буду намечать ствол повыше, потому что у Ива будут вот здесь вот внизу больше вот эти вот ветки. Вот я еще, наверное, нарисую. Это такое движение, может быть, даже вот так сюда. Это, наверное, зря. Хорошо, просох. Он лаком не покрыт. Я сейчас уберу лишнее сюда. Чтобы дерево не заваливалось у вас, его основа, вот эта вот часть, и его вершина должны быть примерно на одной вертикали. То есть, если, ну, не делать... Ну, в принципе, если вот такое оно маленькое, да, то вот все равно, чтобы здесь что-то еще было, то есть по одной вертикали. Если вы все запустите в какую-то одну сторону под наклоном, чисто внешне будет дерево падать. Иногда бывают задачи, когда нужно, чтобы именно оно наклонялось, да, и падало. Но в данном случае я хочу, чтобы было ровнее. Начну опять с умбры. Опять тень у меня отсюда. Сейчас большую кисточку сначала, чуть-чуть. Вот плоские, вот реально оборачиваю, даже с черными сразу смешала. Очень люблю их, потому что вот это у меня уже отработано, то есть вы можете здесь и нажать, потом плавно вот так вот приподнять, развернуть ее и прорисовать уже и тонкую часть. Сейчас получается, ай-яй, они у меня все получаются на одном уровне. Я сейчас вот так вот все-таки приподниму ее, там можно стереть, это будет. как-то я прихватила много коричневого. Так, сейчас я вертикально держу кисть, это вот из росписи. Так, чтобы получалось, сейчас я прохожу все-таки по своему карандашу и добавляю еще эти охотки, которые у нее уплакучили, опускаются вниз. Все вырисовываю не просто вот так вот, да, не будет смотреться плавно, то есть я прохожу по этой ветке, может быть даже пересечь. Пока одним цветом, очень не увлекаюсь, в большом количестве веток у меня еще будут светлые. Сейчас одни коричневого, где-то влезаю в черный, немножечко где-то я захватываю черную тему. Принцип, вот это то, что рисует, то может быть и береза. Тоже у нее идут сначала ветки вверх, а потом они уже вот эти вот кистями спускаются вниз. Сейчас даже не вырисовываю, вот их не, ну, получаются они не очень ровные. Там еще будет светлый цвет, я им где-то пройдусь и сглажу ее ровности. Так, и беру уже тоже ухру. Вот это у меня краска, тоже это она плотная, вот такая вот ухристого цвета, название вообще непонятное. Покупала просто по цвету, из того, что плотная, если какие-то большие, вот, например, там работаем и стихийным тоже. Или вообще нам нужно, потому что ухра, она менее плотная, и, например, дети, они с трудом ей работают. Она такой имеет, как-то грязно-оранжевый оттенок. Мне нужно расширить, я нажимаю на кисточку, нажимаю, а когда мне нужно уже поуже делать, я ее чуть-чуть нажимаю, а дальше я ее поднимаю аккуратненько. и начинаю проходить. Эту ветку обоширяю тут ствол. Ветки будут многие мастихийно прикрыты, тоже не переживайте, если что-то опять не получается, ватной палочкой. можно сразу чуть-чуть, если вы чувствуете, что в кисочке уже мало краски, нужно немного вот так тетин со светом сразу разгладить. А мне красный, теплый. Те ветки, которые пересекают, они должны отличаться либо по тону, либо по цвету. А лучше и по тону, и по цвету. То есть, например, задняя оставаться темнее, а впереди светлее, или наоборот. Вот толсто получается как-то много краски. То есть, чем жиже будет краска в данном случае, тем тоньше у вас будет, конечно, будет кисточка. Но и кисточка должна быть с кончиком, с таким острым, с синтетикой. Вот мы уже говорили. Вот так. Две вместе все сейчас уравняем. Движем света. Сейчас рисую не совсем правильно, да, как бы ввожу туда. Вы так как рисуете к себе, но как раз будет вот эти ветки удобнее выводить, чем вверх, вверх, который не идет. Что-то, что со стволом не получится, можно будет сюда прикрепить лист. Здесь у нас сверху свет. Сейчас очень толстая получилась. Вот из разряда того, что толстая выходит, а здесь тонко, надо будет сейчас добавлять. Смотрите, как я свет кладу. То есть здесь я его положила сверху, хотя он может быть и снизу, потому что здесь если будет много зелени, он тоже будет дала тень. А здесь я кладу уже вот с этой стороны, откуда у нас идет свет. Идет. Чем выше ветки, тем они должны быть по идее светлее. Чаще всего мы стоим внизу на этом дерево, и для нас верхние ветки уже находятся вдалеке. А вдалеке цвета становятся светлее. То есть очень сильно темнить сверху не надо. Сейчас его сразу в поричневый. Свечу вот на сегодня. Опять, что-то все обменяло между собой. У меня резко его прямо полосой. Вот резко. Сейчас света добавлю тоже. Попробую розового света добавить. Взяла с чего-то красное, сейчас полюб. Розовый свет чуть-чуть вот здесь вот добавлю, потому что у меня, ну, хочу вот здесь вот с розовым, да, сделать дерево типа сакуры, да. Поэтому немножечко, чтобы в картине их сдружить между собой, добавлю в ствол розового. Но не холодного, а теплого. Хотя, если я разбавляю с белилами титановыми, я все равно делаю уже немного оттенок холоднее. Добавляю очень такими штришочками аккуратными, где-то он протирается. Вывожу. Вот я нарисовала сразу, было очень резко, то есть чуть-чуть. Объединяю между сторонами. К тому же розовый, и так, небо будет тоже. Дривижн. Строл, он будет так вылезать. Дривижн. Дривижн. Сейчас опять улыбка, впереди. Это все равно, который будет, будет немного легче делать. Дривижн. Дривижн. Играет музыка. Сотру и ствол я хотела сделать покороче. Можно тряпкой стереть. Вы можете взять тряпочку либо с растворителем, либо просто чистую, сухую. Немножко прибрать. И вон тут уже будет мастихин. Так вот сейчас возьму. Еще немножко. У меня лежат сажа и индиго рядом. То есть иногда, если мне нужно что-то не совсем мертвое, как сажа, не совсем синее, как индиго. Индиго все-таки она более прозрачная краска. Я беру чуть отсюда, чуть-чуть оттуда. Зеленые цвета. Зеленые и желтые. Это может быть у вас изумрудная, холодная. Это которая зеленая краска. Она полупрозрачная или прозрачная, лисировочная. Разные фирмы. Разные у меня. Это вообще английская зеленая глубокая. Это вот я выбираю плотную, которая поплотнее. Особенно мне ее менее жалко, скажем так. То есть это у нас тень. Дальше. Ну, тут вот тоже вы уже выберете. У вас может быть их две. Темная какая-нибудь. Или даже вот светлый и желтый. Просто будете как вот я розовый смешивала. Чуть-чуть смешивать друг с дружкой. Это кадми зеленый. Я его вообще как бы не покупаю. Это для мастихинов было приобретено. Там английская светлая. Там тоже может быть как вариант. То есть может быть это буквально двумя цветами все сделано. То есть таких вот разных цветов много. Вот здесь вот вместо белил я даже желтый что-то не положила сюда. Это бриллиантовый желтый. Ну, это не полетанские, желтые. Вот такие вот прямо бледные-бледные. Наверное, на всякий случай чуть-чуть можно. Можно и лимонки. Будет еще ярче. Корменчик не дает. Так вот здесь я стерла ветку, поработала. Рисую. Мне тут как-то будет непонятно, если честно. Надо сюда что-то привезти. Рякушка окажется очень голая. Здесь, так как это дерево окучее, оно сверху вниз стекает. То есть здесь вы уже не переворачиваете дерево кверх ногами, рисуете как раз вот к вам. То есть вы здесь уже будете накладывать их снизу. Так, вот как мне это сейчас делать, чтобы рукой все это не перекрыло. Сейчас попробую другой мастихин. Вот тоже, что я тут подумала. Подумала, как всегда. Если просто отдельно дерево, тогда, наверное, вообще любой зеленый. Здесь вот, раз у нас вот синие шли, может быть, даже вот с этим будет неродное все. То есть, возможно, даже лучше с прусской вот синей, которую я делала вот тут вот низ этого дерева, да, вот эту вот тень. И в стволе она у меня была. То есть, может быть, с ней смешать. Если я буду с ультрамарином смешивать, будет цвет грязнее чуть-чуть. Я не хочу здесь все-таки грязный цвет. Я вообще любитель ярких цветов, чистых таких оттенков. То есть я сейчас попробую с этим, но, возможно, чуть-чуть, может быть, добавлю вот это. Это дерево у меня ближе стоит. Вот оно у меня уж точно может быть темнее. И мы, наоборот, сверху вниз. Здесь мы снизу вверх двигали, здесь мы будем сверху вниз двигаться. Но начинать не с верхних, а с нижних, потому что верхние у меня будут как бы заходить вот на эти нижние. Можно, конечно, и наоборот, я думаю, тут ничего страшного. Значит, это такие должны быть... Как это сказать? Такие длинные. Вот как здесь мы... Кисти. Видите, да, вот что-то такое. Тут тоже внизу. Тут потемнее. Здесь наоборот будет, потому что вот это будет глубина, а вот то, что будет уже свисать кистями, оно будет как раз менее плотное по листве и более яркое. То есть чтобы края у нас были яркие. Вот немножко здесь делаю даже мазок под наклоном. Сейчас большой получился. У меня они что-то все в эту сторону. Я их сделаю. Вообще лучше всего ветер, это такой более спокойный ветер, более сильный ветер, показывать в другую сторону. Вот вправо будет для нас более естественным. Таким сильным. Так, я вот не пачкаю там себе. Действительно, сейчас все получается вот это на одном уровне. Мне это не очень нравится. Сейчас как будто бы вот там у меня тоже какая-то ветка есть. Немножко добавлю, а может быть даже вот пересеку, пересеку. Вот будет пересеку. Жалко, что сейчас взяла низковато. Мне хочется пересекать вот эти вот вилочки. То есть старайтесь их оставлять. Вот этот очень жесткий мастихин. Вот он мне, ну вот совсем. Тут тоже как будто какая-то ветка. То есть все ветки мы все равно не можем прорисовать. Это будет тут куча всего. Вот, то есть у меня прям вообще вот... А кто-то у меня его выбирает. Нравится одноствол здесь. Захожу как будто это впереди. Тоже впереди покажу. Вот это не буду вперед выводить. Не бойтесь пересекать ствол. Это больше жизненности дает, больше естественности. Как на самом деле оно в природе есть. Вообще мы ствол практически не видим у дерева. Мы его внизу видим, а внутри он у нас просвечивается. И вот я нижний ряд сделала. И сейчас выхожу на верхний. К этим веткам. Стараюсь вилки не перекрывать. В принципе, какой бы вы мастихин не купили, вы все равно к нему рано или поздно приноровитесь. Или вы будете пробовать еще какие-то варианты для себя. Ну естественно здесь не идет речь о таких широченных мастихинах. Потому что ими такие мазочки оно будет очень сложно сделать. То есть вот видите, от мастихина зависит и мазок. Вот этот вот мой любимый, он дает вот такой вот прямо, вот этот вот, который, да? Он дает прямо вот вкусную такую форму. Я поняла, что тебе надо на день рождения искать хорошего мастихина. Ну, как ты его найдешь? Хорошего мастихина. Хорошего мастихина такой художник все может найти, подобрать. У меня рыбки здесь нет. Она у меня в деревне. Где-то я не привезла. Вообще, мне кажется, художнику сложно что-то дарить. Потому что он должен вот из художественных материалов. Тот, кто учится, да, потому что он будет пробовать. Вот так, художник, он в основном, мне кажется, уже все знает. Но если это художники, краски с анилье, ты мне будешь дарить. А, дарить, я понимаю, сертификаты, магазин. А, дарить. Так, вот отсюда чуть-чуть перекрыла. Какой-то у меня там, чтобы верхушка совсем голая не осталась. Вот это у меня тоже веточки, что-то веточки. Вот у меня характер, не могу сделать спокойное, да, мне нужно... Была какая-то... Так, я, наверное, на темную сейчас остановлюсь, потому что боюсь. И даже не ставила, видите, даже и не добавляла этой труской пока. И все то же самое, постепенно начинаете выходить на более светлые. Заходите сначала еще на темную. Не знаю, здесь может быть даже какими-то вот мазками. Потому что он совсем как-то не ложится. Он сразу собирает, жесткий такой, он сразу снимает предыдущий слой, сразу с ним смешивает. Но вот этот еще мастихин ничего. Вот по сравнению вот с этим, это вот исключительно для каких-то вот таких вот втираний. То есть он совсем не... Какой-то упругости у него нет. Причем вот снизу у вас тени на дереве все равно должно быть больше, чем сверху. А я вот одинаково их сейчас положила, чего-то не подумала, заболталась. Я как бы добавляю по зеленым, по этим, вокруг этих зеленых, но не расширяю очень сильно вот эти вот кисточки, как мы их назвали. Здесь буду больше перекладывать на темное, потому что сверху света все-таки больше. Никакого удовольствия от этого мастихина. Но интересный тоже, да, эффект получается. Чуть-чуть уже другой. 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 Сразу не увеличивайте очень сильно. Уже перед у нас посветлее. Как раз идет уже увеличение по краям, что-то мне не нравится. Так, вот сейчас я разверну, как раз сейчас вот именно для этого мастихина получилось, что удобнее перевернуть. То есть вы тоже чувствуете, как вам удобно, и крутите работу. Сейчас выглядит настоящий художник. Почему? Вся в краске? Да. Где? Тебе серьезно? Ну вот. Настоящий художник всегда чуть-чуть чумазый. С дуринкой, да? Я не сказала, я сказала, чумазый чуть-чуть. Это нормально. Да, и что за вес? Так, я уже, да, вот ты меня отвлекла, я уже к желтому стала даже подходить. Это, ну, вот в данном случае большое дерево. Достаточно такая кропотливая работа получается. То есть я все дальше и дальше по краям еще пока на совсем белый не выхожу. Может быть даже интереснее было бы здесь с лимонкой. И что там сейчас все такое приторное, сладкое получается. И мастихин мне не нравится, как мне не нравится. Мастихин номер... Поменяй. 10-18. На свой любимый. На свой любимый. Мой любимый сейчас начнет другую. Сейчас я попробую, сейчас я уже доделаю этот желтый этап. Везде этим. А цезля, кстати, у него получается. Мой звук совершенно другой и очень интересный. Он интересный, да. Но вот это вот я говорю, что мне неприятно. Шкляп, шкляп. Да, вот он может быть еще потому, что мы... Все-таки я тороплюсь, да, потому что надо и все успеть. И еще уроки сегодня. Если бы я отдельно из уроков бы, может, я и не нервничала бы, а так еще... Следующие уроки у нас будут записаны в спокойном темпе. В зеленой травке. Кто знает, если моя Алена, моя соседка, будет меня, то она на велосипедах, она там скажет, через сколько-то времени поедем на велосипедах кататься. Я очень это дело люблю. Так-то да. Ну, не на зеленой травке. Я вот не знаю, как по поводу зеленой травки, потому что у нас там такие ветра. Будет жаркое лето после нашей дождливой, холодной питерской весны. Ну, это тоже не факт. Первое лето, когда я туда приехала, это мы про Валдай говорим. Это вот у меня любовь моя. Первое лето было очень дождливое и холодное. Я приехала в последние два года. Это я четвертое лето только там была. Настя, в этом году в Петербурге 15 апреля лежали сугробы и можно было кататься на вывях. Поэтому лето должно быть жарким. Должна быть компенсация. У нас там ветер. Если ветра не будет, то вся запись пленера на улице будет проходить так, что будет периодически падать камера. Потому что я буду отмахиваться от слепней, от мух и от комаров. А вот когда ветер, то их нет, но зато все лететь будет. Вот тут тоже. Но это я постараюсь. Мы посмотрим, как будет получаться. Еще это пока только задумки. Конечно, хочется записать что-то именно с пленера, с природы. Так, я уже начала выходить. Вот я даже, смотри, подхватываю сразу три вместе. То есть я все время экспериментирую сама. Вот уже добавляю. И тоже здесь я больше света кладу, сюда я меньше. То есть я здесь даже может быть вот в этом месте не буду уже так светлые укладывать. А здесь мне нужно чуть-чуть больше этого света. И я вот этой вот такой бледной. Это, может быть, у вас белило титановое с желтой или с лимонкой. Так, совсем-совсем-совсем чуть-чуть смешанные. То есть совсем мало. Совсем мало желтого. Не получается сейчас так брать. Все, дальше и дальше ухожу. Чуть-чуть с желтым хочется. Так, низы очень нельзя высветлять. Вот, пошла на низы. Вот так. Когда мы о чем-то разговариваем, я вот начинаю делать, я это как раз люблю поговорить, или вот я когда рисую, я слушаю там аудиокнигу, то есть я совершенно, у меня голова занята другим, и оно даже, иной раз получается, ну, само по себе лучше, чем когда я начинаю там задумываться что-то. Взрослые, он по-разному тоже рисует, вот кому-то нравится в такой шумной, веселой компании, то есть когда и посмеются, и анекдоты порассказывают, и чай попьют. Вот, кто-то наоборот стремится в группу, где более спокойный народ. Вот, где-то тут перекрасила, вот неровная, да, у меня там ветка была. Забыла про лист волки. А? Пронис. А что пронис? А я еще не это. Не вылез? Нет, я же еще не сбуду, я еще свет все выкладываю. Просто очень маленькие мастихины, получается столько движений. Я еще вот сверху, сверху тоже должно быть светлее. Мастихином долго у меня получается. Давай смотри, что тут надо. Я сбоку, кверху. У меня не хватает чуть-чуть промежуточных листиков, вот внизу, между вот этими ветками. Не, не, нет, вот здесь вот слева. Вообще, да, такими полосками получилось. Угу. То есть заполнить вверх, да, чуть-чуть? Нет, не вверх, а вот книзу, слева, вот, где веточки такие коричневые. Ну, говори, тут? Нет. Вот на этой стороне, чуть ниже спустись. Чуть, вот тут вот, да, чуть-чуть, вот, пустая дырка. Ага, вот все. Да, масса, потому что веток много, да, вот я сейчас тоже. Я сейчас опять на твое место встану и что-нибудь увижу. Еще. Вот вы, кстати говоря, когда рисуете, ну, вы, конечно, рисуете там, переворачиваете часто, да, или вообще не переворачиваете, но я бы вам даже посоветовала периодически разворачивать кверх ногами и тоже смотреть в общем, то есть, чтобы ничего не бросалось слишком резко в глаза, то, чего не нужно, чтобы оно бросалось. То есть, если какая-то там ветка торчит или какое-то темное пятно, оно сразу будет лучше видно при совершенно другом ракурсе взгляда на работу. Вообще, надо почаще отходить, смотреть на свою работу, чтобы не рисовать ее вот прямо носом к ней постоянно. Так, сейчас вот здесь у нас этот переход нет. Она впереди. Опять. И ничего не делать. Опять. Опять. Сейчас я чуть-чуть. Позвольствую сейчас. Ногу беру сейчас. Позвольку не надо. Все тоже у меня что подхватывается, то подхватывается. У меня две тут желтая с зеленым сразу. Так и на земле начинаю с черных, какими-то такими движениями. Вы можете экспериментировать. Не нажали на другую сторону. Это работа и для почувствования на стихе. Чувствовать какие-то разные движения. Теперь я в зеленый, не знаю, синего чуть-чуть сюда добавлю. Здесь тоже прямо вымазываю, потому что у меня здесь тень потом пойдет. Уже со светлых. Сверху положу, здесь со стороны тени положу. Немножко только поделенного тени. Много взяла, хотела травы нарезать. На бок и боком. Тут вот и на раз у девчонок у некоторых так удачно получится. Сам, Гана, подойдешь показывать, у тебя чурти что, а человек начинает делать и прямо такая трава и все тут вот боком прямо прорезаешь. Трава тоже в разные стороны. Сейчас я рисую снизу вверх. В данном случае вы можете тоже развернуть, рисовать снизу вверх или если не разворачиваете, то делаете сверху внизу. Так, потянулась темная. Оттуда. Ну, тут и не приделось и шастую, все как обычно. Говори, чтобы я остановилась, я же не остановлюсь. Хотела сказать стоп. Стоп. Сейчас, подожди, у меня ветер туда, а трава в ту сторону. Ну, ладно. Так, то же самое с кисточкой. Делаем точечки, облегчаем нашу картинку. Лена тут сделала, вот, ну не ты, а другая Лена. Она делала, вот она его как раз придумала, делать, ну как бы все обычные деревья. Как бы не, ну просто что-то, да, в общем пробовали. А Лена попробовала и у нее там горы на заднем плане там. Выложу фотографию, очень интересно получилось у нее. Тоже вот снизу. Отдельными тоже сначала много, потом немножко на нет. Вот. Вот в таких случаях я вообще даже вот в данном дереве я вот уже пользую то, что у меня в палитре остается. Ну, естественно, темненькое я больше к низу кладу. Но так как оно в основном вверх-то не лезет, это дерево, то есть оно больше, наверное, снизу-то и должны быть эти штучки. У меня уже нет, отсюда можно. Там по-вытаскивать. Там по-вытаскивать. Здесь уже смазала. Здесь уже попадаешь, когда на стол коричневый вылезает, но это где-то, ну, но раз не страшно. То есть вы не отмывайте, особенно кисточку. Он потом все равно упадет. Ну и зелень будет более приближенная к стволу. Так, лучше светлых, наверное, надо немножко добавить. Сверху. Сверху. Вот такие, которые еще не выросли. Наверное, должны еще немножко расти. Светлой краской. Вот тут я как раз, кажется, многовато сделала это темное. Ну, не темно-зеленое, особенно. Так, Лена, тоже смотри, что там. Какие-то цветочки. Вот тоже цветочки не выставляем на одинаковое расстояние. Мы делаем группами. То есть какой-то, например, шарик, не вырисовывайте его. Там куда-то что-то вот. То есть там по пять, по три таких точечки. Вот если у вас уже много краски там, то это густой набираете цвет. Может быть там у вас и желтенькие какие-то будут. Вот у меня желтые закончились, мне уже их лень выкладывать. У меня уже то, что у меня тут есть на стволе. То есть не игнорируйте ствол. Все-таки это и трава. То есть что-то должно быть на стволике еще. Тоже берем такой кучкой. Прямо уже немножко тут белый. Вообще на ярком цвету, под ярком солнце, зелень, она с голубоватым, дубликовка там. Не только, конечно, желтые и зеленые. В коем случае они не будут естественно смотреться. Даже на домашний цветок дома посмотрите. Даже если мне кажется, кактус это будет видно. То есть на цвету он в некоторых местах будет белый у вас. Да все знают, что он белый. Все же сходят в Сбербанк. И видят его. Вот. Ребрейтинг там у них уже сделан. Все. Зелень в такой картинке. Такой, знаешь, просвечивающей. Радостной. Это вот интересная вещь. Я сказала, все ходят в Сбербанк. Я не хожу в Сбербанк. Я вообще не знаю, что мне сейчас говоришь. Большинство ходит, платит. И что-то делает через Сбербанк. Да, но мне в этом плане... Тебе повезло, да. Мне все делает муж. Так, ну что? Все? Да. Ну, наконец-то мы осилили эту картинку. Значит, чему мы здесь научились? Рисовать ствол. Такой в простом, да, варианте. Там из трех цветов. Максимум, скажем так. То есть разобрали на свет и на тень стволы. Разобрали акценты на стволе, где они должны быть. Попробовали. Разные формы мастихина. Разные движения мастихина. Ну, не совсем получилось то, что я хотела. Вот в переходах. Потому что здесь нужно подождать, когда высохнет. Уже не накладывается цвет. То есть нарисовали разные, во-первых, по форме деревья. С разных сторон. Я надеюсь, что у вас все получится. Желательно смотрите... Не сразу начинайте рисовать. Я думаю, что вот есть у вас время. Вы сначала посмотрите урок, да, а потом уже вы будете, когда рисовать, у вас останется вот все равно какая-то база со всего урока, что я говорю. Потому что где-то я... Ну, что-то забываю, да, иногда бывает в начале сказать. Я потом на это еще акцент говорю. То есть сначала лучше просматривайте наш урок, а потом уже садитесь рисовать. Вместе с нами опять. Счастливо. Ну вот, мы и закончили цикл, посвященный рисованию деревьев в разные времена года. Масляными красками и мастихинам. Надеемся, вам все понравилось и вы уже подписались на наш канал. Пишите под видео, создавать еще такие серии работ и на какие темы. А может быть, вам по душе больше мастер-классов в прямом эфире, чтобы пообщаться и задать вопрос художнику? Ждем ваших ответов. А пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok